Вести Карачаева Черкесия Вести Карачаево-Черкесия 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 Этому и не только научились студенты СУЗов и активисты молодой гвардии «Единой России», участники отборочного тура на интенсив «Амбассадоры КЧР». Он прошел в Черкесске на площадке Центра одаренных детей в рамках нового партийного проекта «Цифровая Россия». Комментирует информацию министр цифрового развития республики Валерий Медовы. Молодежь Карачаево-Черкесской республики очень внимательно относится к проектам цифрового мира. Для этого большое значение. Мы видим, что у всех есть мессенджеры, мы видим, что все активно работают, пользуются социальными сетями. У нас сейчас подпринимается попытка приобщить их к тем проектам, которые существуют в региональных органах «Цифрового развития». В частности, Министерство цифрового развития ведет очень много цифровых проектов в разных направлениях. В целях повышения качества работ в социальных сетях и ведения государственных пабликов сотрудники Центра управления регионом провели обучающий семинар по теме «Модульная программа госпаблики». Организаторы мероприятия рассказали участникам семинара об основах коммуникации с обществом, особенности работы в госпабликах, а также поделились теоретическими знаниями и практическими советами. В современном мире интернет-ресурсы приобрели большое значение. Люди получают в интернете колоссальное количество информации, но она не всегда является достоверной. Семинар был посвящен вопросам правильного активного и системного введения страниц органов власти, рассказал руководитель ЦУР Карачаевой Черкесии Ахмат Апаков. В Карачаево-Черкесии к 2024 году запланировано открытие дополнительно пяти психолого-педагогических классов, где детям расскажут о профессии педагога, что позволит увеличить мотивацию к поступлению в педагогические колледжи и вузы. В целях повышения престижа и популяризации педагогической профессии в общеобразовательных организациях республики функционирует 20 педагогических классов. В учебные планы внесены модули, связанные с педагогической направленностью. Число учащихся в этих классах на начало текущего года составляет 308 человек. В Донбайе появится новый туристко-информационный центр. Главная цель нового проекта – создание площадки для консультирования представителей туристического сообщества и продвижения информации о турпродуктах курорта, поскольку центр объединит информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях, а также мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте и развлечениях. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Донбай – это старейший и популярнейший курорт не только на Северном Кавказе, но и на территории всей страны. И, конечно же, актуальным становится создание единой сервисной службы на территории. Туристы смогут получать необходимую информацию, информация будет достоверной, это будет как и размещены цифровые карты, будет приложение создано к этому ТИЦ электронное. Также это будет оказание услуг. Это необходимо на сегодняшний день для того, чтобы туристы могли получать более качественные туристские услуги и, в принципе, информацию о том месте, где они находятся и о регионе в целом. Продолжение следует... На сегодняшний день у нас два курса. Однодневный курс – это просто медицина, одну так называемую, тактическая медицина, показания самопомощи и помощи пострадавшему. И сейчас мы организовали еще трехдневный. То есть это более углубленный курс, предназначенный для того, что люди не только прослушали лекцию, что как, а именно попробовали на себе. Я всегда говорю, что процент выживания вашего максимальной ситуации равен проценту ваших навыков. В селе Джагамала Карачаевского района появится новая мечеть, которая возводится на месте старой мечети, здание которой было признано аварийным. В разные годы в этом здании размещались гидроэлектростанция, производственный цех и даже пост ГАИ. Комментирует информацию заместитель муфти от Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Мухаммад Хаджи Эркенов. Были плиты перекрытия, они прям держались где-то сантиметра на два, стены начали расходиться, поэтому мы пропустили швеллер снизу, чтобы она не раздавила людей. Мы поговорили, обговорили, собрали село, говорим, что это аварийное состояние, здесь уже молиться нельзя, опасно. Поэтому мы должны строить новую мечеть. В связи с изменением с 1 декабря текущего года законодательства в части формы полиса ОМС и перехода на единый регистр застрахованных лиц, страховая медицинская организация МАКСЭМ предупреждает, что записи с неактуальными данными могут не попасть в единую базу данных. По этой причине необходимо проверить данные полиса ОМС и в кратчайшие сроки обратиться в офисы филиала. В компанию нужно обратиться, если истек срок действия временного свидетельства, изменился документ, удостоверяющий личность, требуется актуализация данных полиса ОМС, а также в случае, если полис старого образца получены до 2011 года. Сотрудники госавтоинспекции продолжают мероприятие в рамках месяца безопасности дорожного движения. На этот раз они провели профилактические беседы с работниками автотранспортных предприятий Черкеска. Они не только напомнили водителям о важности соблюдения правил на дороге, но и рассказали о последствиях, которые ждут тех, кто эти правила будет нарушать. Информацию комментирует заместитель командира отдельной роты ДПС города Черкеска Ибрахим Токов. В рамках проводимого месячника безопасности дорожного движения профилактическое мероприятие, которое проводится на территории Республики с 14 ноября по 14 декабря, мы посетили троллейбусное управление города Черкеска совместно с сотрудниками Ростехнадзора для того, чтобы провести беседу профилактическую с водителями троллейбусов, так как в соцсети и на телефон доверия поступает очень много жалоб от граждан, то, что водители общественного транспорта нарушают правила дорожного движения. Федеральные автодороги Карачаева-Черкесии подготовили к предстоящей зиме. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения в зимний период будет задействовано 75 единиц спецтехники на территории Республики. Против гололеда заготовлено почти 25 тысяч тонн песко-соляной смеси, образцы которой уже успешно прошли лабораторные испытания. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. В рамках зимнего содержания дорожники освобождают федеральные трассы от снежных заносов и лавин, очищают проезжую часть от снега, а также борются с наледями и скользкостью. Помимо этого расчищают тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, устраняют снежные валы на обочинах, а также очищают дорожные знаки, барьерное ограждение, светофоры и направляющие устройства. Особое внимание в Республике дорожники уделяют популярным туристическим маршрутам к горнолыжным курортам Дамбай, Архиз и Тиберда. В составе спецтехники – комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, колесные трактора и прочая дорожная техника. При неблагоприятных погодных условиях ФКУ «Пордор-Кавказ» призывает автомобилистов избегать обгонов по встречной полосе и резких торможений. Водителям важно быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Всесезонный курорт Архиз в Карачаево-Черкесии стал лауреатом национальной премии «Горы России». Он победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт Северокавказского федерального округа». Победители первой национальной премии определяли путем народного онлайн-голосования. В конкурсе принимали участие 300 участников горнолыжной индустрии. Среди 29 номинаций в том числе выбирали лучшие горнолыжные курорты страны, горные отели, банны и спа-комплексы. Комментирует информацию пресс-секретарь акционерного общества «Кавказ.РФ» Татьяна Поздеева. Наш Архиз стал лауреатом первой национальной премии «Горы России». Он победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт СКФО». Народное голосование длилось в течение осени. И мы, конечно, благодарны всем, кто отдал свой голос за Архиз. Но и еще гордимся, что в числе победителей премии два отеля, расположенных на нашем курорте. «Романтик» стал лучшим отелем «Скиинский аут». «Флора» названа лучшим отелем горнолыжного курорта Северокавказского федерального округа. Поэтому спасибо всем, кто голосовал, и всем, кто приезжает на курорт снова и снова. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. В северных районах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7. В горах местами до плюс 13. Утром местами на дорогах Галлирица. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы до 20 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.